В эфире информационная программа День города и я ее ведущая Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Километровые пробки и шквал негатива. Мэрия отказалась от идеи сделать левый поворот на перекрестке улицы Вокзальные. Из огня да в полымя какие еще сюрпризы приготовил Март. Познакомился в интернете, облил зеленкой и обокрал. В Рязани задержан подозреваемый в серии нападений на женщин. И почему скорая помощь приезжает не скоро? Утром в четверг движение по городу со стороны Московского шоссе оказалось парализованным. Пятикилометровая пробка образовалась из-за демонтирования светофора на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальные. Конструкцию установили в понедельник. Новый светофор разрешил поворот на вокзальную со стороны Московского шоссе при движении в центр города. Рязанские водители, в свою очередь, нововведением остались недовольны. В социальных сетях появились посты с комментариями автолюбителей, которые попросили убрать поворот и отключить доп. стрелку. В городадминистрации сообщили, что работа светофора в тестовом режиме показала уменьшение транспортной способности этого перекрестка. И градоначальники рассмотрят иные варианты оптимизации транспортных потоков на этом участке. В четверг в Рязанском областном суде вынесли приговор по громкому уголовному делу в отношении жителя Касимовского района. 55-летнего Касимовца обвинили в убийстве троих человек. На заседании суда был Валерий Седов. Суд установил. Тимофеев совершил убийство Русакова Витинкина и Витина, то есть умышлен причине смерти двум и воли, а именно трем лицам. Первое убийство, которое совершил обвиняемый, произошло в 2014 году. Он распивал алкоголь в компании двух друзей. Через какое-то время в адрес Владимира Тимофеева посыпались колки и комментарии от одного из собутыльников. В тот же день, оставший с ним один на один, обвиняемый его убил. Тело он закопал на своем дачном участке. Спустя два года ситуация повторилась вновь. Как позже признался подсудимый, второе убийство также произошло из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Тело было также похоронено на дачном участке. Третьей жертвой Владимира Тимофеева стал 14-летний подросток, который часто заходил к нему в гости. После пропажи юноши в полицию обратились его родственники. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические, генетические. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Касимовец признан вменяемым. Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области и предоставленные государственным обвинителем в ходе судебного заседания доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Тимофееву. 22 марта 2018 года житель Касимовского района Рязанской области признан виновным и осужден за убийство трех лиц, совершенные им в 2014, 2016 и 2017 годах. По пункту А, части 2 статьи 105 УК РФ, виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. В редакцию нашей программы возросло количество обращений от жителей города. По их словам, время приезда медиков не укладывается ни в какие нормы. Об организации работы скорой помощи строго судят только те, кто не имеет о ней никакого представления, уверенные на центральной станции. Мы пообщались с теми, от кого зачастую зависит наша жизнь. Медики четко объясняют, есть градация всех вызовов. Схематично ее можно представить так. Все звонки на номер 03 поступают в единую диспетчерскую службу. Уже оттуда, с помощью специальной компьютерной программы. Вызовы распределяются либо по районам под станцией, либо в приклинику по месту жительства обратившегося. И такой вызов уже приобретает статус неотложной помощи, а не скорой. К экстренной помощи относятся все угрожающие жизнесостояния. И тогда наше время доезда, оно 20 минут, и оно всегда остается таким, до 20 минут. И мы всегда приезжаем без опоздания. Но в последнее время появилось большое количество вызовов по так называемой неотложной помощи. Это обострение каких-то хронических заболеваний, внезапных состояний. И вот тогда, тогда время доезда, люди должны это понимать прекрасно, оно составляет до двух часов. Чтобы уложиться в действующие нормативы прибытия на вызов, врачи центральной станции направляют к пациентам ближайшие свободные бригады медиков. Все кареты скорой помощи оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС. Обслуживают город 43 бригады. Они распределены между четырьмя подстанциями и центром. За сутки на номер 03 в Рязани поступает порядка 800 звонков. При этом две трети всех вызовов, на которые выезжают экстренной помощи, не требуют. Мы бы хотели просто просить, чтобы добрее относились к бригадам скорой помощи. Я понимаю, что люди ждут, иногда ждут достаточно долго, но люди должны понимать, что бригада к ним едет не потому, что не хочет, а потому, что она вот в этот данный конкретный момент находится у другого пациента, который дозвонился раньше. И не более того, у нас люди практически не отдыхают, фактически работают в круглосуточном режиме. Естественно, с огромной нагрузкой мы обычные, обыкновенные люди, мы тоже болеем и прочее, прочее. Тем не менее, люди ездят. В поликлинике вызовы направляются только в часы работы медучреждения с 8 утра и до 7 вечера. В остальное время оказание неотложной помощи ложится на работников скорой. И тут могут возникать трудности с нехваткой персонала. На сегодняшний момент в Рязанской скорой помощи работают 318 фельдшеров и 65 врачей, а по нормам должно быть более 400 фельдшеров и 150 врачей. Всего не хватает около 200 специалистов. И это парадокс – нехватка медперсонала в городе, где работает один из самых крупных медицинских вузов страны, а также медколледж. Мы постоянно работаем с медицинским колледжем. Вот, в частности, сегодня в 2 часа состоится тоже конференция. Мы туда едем и будем рассказывать молодым специалистам, студентам, чтобы они приходили к нам на скорую помощь. Нехватка медицинских кадров и особенно врачей скорой помощи в последние годы стала актуальна практически для всех регионов страны. Алена Куколева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Зампред Рязанского правительства Сергей Самохин покинул свой пост. Об этом сообщает сайт РЗН.Инфо. Как пишет сайт, о причинах ухода неизвестно. Сергей Самохин работал в областном правительстве с 2008 года. Занимал должности министра, руководителя аппарата первого зампреда правительства. Он курировал вопросы главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами региона, общественных приемных губернаторов в муниципальных образованиях, аппарата регионального правительства. По результатам голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды было выбрано четыре территории, которые благоустроят в этом году. В список попал городской лесопарк. Как изменится главная зеленая зона города, расскажет Валерий Седов. Зона проката велосипедов, кафе, раздевалки и турники. Все это в скором времени появится в городском лесопарке. Уже разработаны проекты, позволяющие увидеть, как все будет выглядеть в будущем. Изменения планируются колоссальные. Веревочный городок, четыре детские площадки и много новых селеных насаждений. Идет речь о создании хорошей, крупной зоны отдыха, которая будет включать и набережную, и парковки, и центральную площадь. Центральная площадь для проведения основных мероприятий прямо на берегу Аки. И детские площадки, спортивные площадки, пляж будет содержаться в этом году исключительно силами администрации. В лесопарке появится и спортивный комплекс. Размещаться он будет прямо под эстакадой. По словам исполняющего обязанности главы администрации города Рязани, для здоровья это совершенно безопасно. Были проведены замеры экологической лаборатории, и все показатели в пределах нормы. Сергей Карабасов отметил, что размещаться спортивный комплекс будет именно под эстакадой, а не в стороне. Он также уточнил, что вдоль дорожного полотна на этом участке дороги будут установлены защитные экраны. Попасть в спортивный комплекс можно будет, если приобрести социальный абонемент. Сергей Карабасов сообщил, что цена его скорее символическая – около 1000 рублей в год. Это сделано для того, чтобы, во-первых, содержать учреждение, чтобы это было на самоокупаемости, чтобы везде был порядок, обслуживалось, проводились мероприятия, туалеты были чистые, раздевалки в порядке. Ну и при этом, чтобы все себя чувствовали в безопасности. Рязань – не первый город, в котором спортивный комплекс будет размещаться прямо под эстакадой. Подобный проект уже существует в Москве, где постройка находится под третьим транспортным кольцом и в Калининграде. Поэтому при строительстве учтен опыт других регионов. На презентации нового проекта присутствовал и вице-президент Ассоциации уличного баскетбола Сергей Грунис. Он рассказал, что идея разместить спортивный комплекс под мостом отлично прижилась в других городах. Не сомневаюсь, что он станет кладбинской площадкой в городе. Знаю это по опыту у себя в Москве, хоть площадок много спортивных, но как только открывается общедоступная площадка для населения, сделанная с умом, подчеркиваю, которую не на раз-два, не за секунду придумали, а прорабатывали, общались со всякими экспертами. Поэтому молодежи там будет. Сергей Грунис присутствовал на презентации не случайно. В этом году в Рязани пройдет баскетбольный турнир под названием «Железка», в котором примут участие 600 команд. В настоящий момент Ассоциация уличного баскетбола Рязани отправила документы в Ассоциацию баскетбола, чтобы провести Кубок России по этому виду спорта в нашем городе, на территории лесопарка. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении как минимум четырех разбойных нападений на женщин легкого поведения. В отделы полиции обратились жительницы областного центра с заявлениями о разбоях. Мужчин дамы принимали у себя дома, поэтому получить доступ в жилье грабителю было несложно. Предварительно договорившись о встрече, он приходил к ним под видом клиента и приступал к активным действиям прямо с порога. Обливал женщин зеленкой и доставал нож. Пока хозяйка дома приходила в себя, молодой человек проходил в квартиру и разживался деньгами и ценностями. Одна из потерпевших лишилась 9 тысяч рублей и золотых украшений. Сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России Паризанской области, сопоставив описание внешности, кадры, средства видеофиксации и иную информацию, идентифицировали личность предполагаемого налетчика. Им оказался 28-летний, ранее судимый за кражу, разбой и угон автотранспорта, мужчина, который только в январе 2018 года освободился из мест лишения свободы. Сыщики установили, что злоумышленник проживает на съемной квартире на улице Фрунзе и провели операцию по его задержанию. В дальнейшем в ходе оперативной работы сотрудники полиции выявили два дополнительных эпизода разбоев в железнодорожном районе. Как выяснилось, в квартире на улице Вокзальной нападению подверглись две женщины 28 и 29 лет. Избив их, налетчик отобрал два мобильных телефона. Другая, потерпевшая 32 лет, проживавшая на этой же улице, под угрозой ножа лишилась денег, телефона, планшетного компьютера и ножа Мачеды. В результате следственных оперативных мероприятий полицейскими изъята часть похищенного, золотые изделия и средства связи. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 ст. 162 УК РФ, РФ, разбой санкции которой предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Проводится расследование. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уровень доверия полиции Рязанской области составляет 59%. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Сергей Лебедев. По итогам прошлого года в регионе отмечено сокращение преступлений всех категорий. Так, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 12%, против собственности на 8%, бытовых на 15%. По словам начальника полиции, уровень преступности в Рязанской области – один из самых низких в Центральном федеральном округе. Ждать скорого таяния сугробов жителям областного центра не стоит. По прогнозам синоптиков, снег в Рязани пролежит еще с месяц. Окончательно же областная столица расстанется со снежным покровом только ближе к концу апреля. Свои коррективы может внести и небесная канцелярия. Учитывая нынешнюю капризную зиму с ее внушительными снегопадами и метелями, осадков в Рязани может быть и больше. Уже в начале следующей недели в городе ожидается понижение температуры и небольшой снег. Стоит отметить, что нынешний март бросает из огня до вполымя. Ночь на 18 марта стала самой холодной за несколько десятилетий. А уже 20 марта температура воздуха впервые в этом году превысила за нулевую отметку и составила 5 градусов. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Желаем хорошего завершения дня. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Грех, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в Муравейнике, если в десяти минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok